Поликлиники должны быть приведены в режим боевой готовности. Такова директива федерального правительства. В преддверии 1 сентября малышам из детских садов, первоклассникам и первокурсникам нужно в обязательном порядке пройти полные медицинские осмотры. Столичные медики прогнозируют очереди в последнюю пару недель августа. Ивановские врачи уверены, кризиса не случится. Работа выстроена четко. С апреля по сентябрь в поликлиниках работают на износ. Два раза в неделю выезжает бригада специалистов и лабораторные обследования делаются детям на базе медицинских кабинетов образовательных учреждений. Дети осматриваются узкими специалистами и врачом-педиатром. Ребенку дается рекомендации, направляется, если это нужно, к другим специалистам в областные учреждения, если это требуется. Ребятам помладше предстоит пройти 6 специалистов, взрослым 7. Обязательно сдать анализы и пройти флюорографию. Пренебрегать осмотрами не стоит, уверены врачи. Со здоровьем шутки плохи. Ребенок должен быть адаптирован к школе. Мы оценим нейропсихическое развитие, неврологический статус. То есть не должно быть жалоб. Ребенок должен знать свой возраст, в какой он класс идет, фамилия, имя, отчество. Процентов 60-70. Где-то так. А что с остальными? Ну, остальные какие-то минимальные мозговые дисфункции есть, которые требуют коррекции логопеда, психолога и невролога. Вера Самойлова 42 года работает с детьми. Обычно в медицинском кабинете в школе. Летом в Кохомской поликлинике. Через нее проходит в среднем 800 детей за три месяца. Очередей, рассказывает, старается не допускать. Даем рекомендации по мере выявленной патологии. Корригируем там какие-то моменты. Даем рекомендации по адаптации, по питанию, по режиму, чтобы ребенок легче перенес период адаптации в первом классе. То, что это очень важный момент в его жизни. Для тех семей, которые не успели пройти специалистов, уезжали или не имели таковой возможности, 26 августа в поликлиниках региона пройдет день открытых дверей для первоклассников. Несмотря на то, что это будет суббота, ортопеды, педиатры и другие профильные врачи будут готовы принимать маленьких пациентов.